Понимаешь, это странно, очень странно, Ну такой уж я законченный чудак. Я мотаюсь за туманом, за туманом, И с собою мне не справиться никак. Люди сосланы делами, люди едут за деньгами, Убегают от обиды, от тоски. А я еду, а я еду за мечтами, За туманом и за запахом тайги. А я еду, а я еду за мечтами, За туманом и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто Для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро, Горы, солнце, пихты, песни, дожди. И пусть полным-полнобитым мне в дорогу чемоданы, Память, грусть, невозвращенные долги. А я еду, а я еду за туманом, За мечтами и за запахом тайги. Поем все вместе со зрителями. А я еду, а я еду за туманом, За мечтами и за запахом тайги. Браво! Великолепная песня. Отличная композиция. Какое приятное сегодня музыкальное утро. Здравствуйте, уважаемые друзья. Доброе утро, и с вами сегодня в студии Евгений Чурилин и Алена Чурилина. И представляю наших уважаемых гостей. Валерий Боков, легендарный классик Туристской песни, заслуженный путешественник России Казань. И Владимир Аникеев, руководитель Барт-клуба «Гитара по кругу». Доброе утро. Доброе утро. Новосибирск. Да, да, доброе утро Новосибирск. Вот как замечательно, да, сразу мы вот с вами собрались, сразу понимаем, Новосибирск, сегодня Новосибирск. Как я понимаю, чуть позже будет, наверное, какой-нибудь еще город. Мы буквально вот чуть ли не вчера вернулись с фестиваля, который так и назывался, как это называется эта песня, которую мы исполнили, «За туманом». Затуманом. Дело в том, что туризм и песня, они как в одной связке, как неразделимые брат и сестра, они ходят по горам, сплавляются по рекам, летают на парапланах, под парусами ходят. Катаются на горных лыжах. Вот. Катаются, даже катаются на горных лыжах. Короче, идут вместе по жизни. И прошедший наш фестиваль «За туманом», он тоже является как фестиваль туристской песни. Дело в том, что в этом году исполняется 60 лет новосибирскому туризму, и это приятное совпадение с нашим первым туристским фестивалем. Мы также не должны забывать и о том, что всегда туризм – это на грани жизни и смерти. Конечно, да, довольно опасно. На грани возможностей. И случается, конечно, всякое. И мы, соответственно, не должны забывать тех наших товарищей, которые посвятили себя этому рискованному, не совсем обычному виду спорта, можно сказать, образу жизни. Ну да, действительно, это как образ жизни, потому что как-то живется и дышится совсем по-другому. Мне кажется, для некоторых это уже даже не столько образ жизни, сколько смысл жизни. Ну, возможно. Но и тем не менее мы решили посвятить еще наш фестиваль замечательному человеку Владимиру Камышану, который, будучи туристом, горнолыжником, был еще и подвижником туристской песни. Он выпустил несколько дисков с туристскими песнями. Даже несколько альбомов, да? Несколько альбомов. Вот это да? Один из них мы даже сделали совместно презентацию, не где-нибудь, а в филармонии. И у нас там была такая традиция, вернее, не традиция, которую мы хотели бы сделать традицией. Вот и на этом фестивале мы эту традицию поддержали. Владимир Камышан поднимал настоящий парус. Парус? А мы пели самую древнюю бардовскую песню. Какую? «Бригантина поднимает паруса». Ух ты! Вот, и вот с этой песни начинались все галоконцерты нашего фестиваля. Так. И под эту песню мы поднимали не один парус уже, а три паруса. Вот, и Валерий Боков у нас в дождь, не в дождь, в звании бардмаршала. Барт, а как бардмаршал? Бартмаршал, да. Сити-то, как интересно. Это мы ему присвоили звание, когда он был у нас на фестивале «Бригантина поднимает», кстати говоря. Вот один из дисков, тоже туристских песен, которые мы записывали к этому слету. Вот. Другой наш товарищ Анатолий Кулик, новосибирцы его прекрасно знают. Путешественник, да. Это кругосветник, путешественник, да, в своем катамаране. Вот. Он был вторым, кто поднимал парус. И третьим, кто поднимал парус, это был Андрей Попов, мастер спорта, тоже горнолыжник, альпинист, турист. Ну, это самый большой друг Владимира Камышана, с которым они вместе в одной связке ходили в самые сложные походы, ну, и по жизни были большими друзьями. Ну, вот сейчас я хотел бы уже, пользуясь возможностью, обратиться к Валерии, к нашему бартмаршалу, вот, чтобы он что-то и спел, и, может быть, и сказал. Да, было бы, кстати, очень даже здорово. Во-первых, да, мы рады вас приветствовать. Да, мы рады вас приветствовать. Спасибо. В нашем, невзирая на погоду, теплом все-таки городе, гостеприимном. Да, действительно. Я очень рад в нем оказаться, в очередной раз у меня здесь много друзей. Хорошо. Я бывал здесь, в общем, и в Академгородке до этого фестиваля. А как вы оказались на фестивале «За туманом»? Вы меня пригласили, я сам никуда не езжу. В гости не хожу без приглашения. Дело в том, что у нас первый фестиваль, и, естественно, самый первый, самый главный бард среди туристов, и он же самый главный турист среди бардов, это Валера, он еще к тому же имеет звание «Заслуженный путешественник России». Вот за что тебе влепили такое? За что? Ну, вы знаете, что… Дело в том, что я, да, действительно, начиная с пионерского возраста, я ходил под рюкзаком. Походы разной сложности, разной отдаленности в разных регионах страны и за рубежами. Вот в последние годы появились возможности. Бывал во многих горах, и на Кавказе, и на Алтае, и в Саянах, и на Урале, и на Памире, и на Килиманджаро восхождение было, и на вершину под названием Аконкагу, это наивысшая точка обеих Америк. Находится она в Аргентине, в Андах, она около 7 тысяч метров. Вот это да? Вот я умудрился в своем уже достаточно немолодом возрасте, все-таки подняться на эту вершину, и, так сказать, посмотреть на все, что такое Америка сверху. Уникально, интересно. С высокой, я бы сказал. Да, интересно. Ну и, как я понимаю, не, кстати, ну это уже, на самом деле, это сложно, 7 тысячники, это очень сложно. Ну там, я вам скажу, чтобы вы оценили примерно, если здесь давление 750 миллиметров, примерно считается нормальным, то там 350 миллиметров давление на вершине. То есть, такое, заниженное, да, получается? Более чем в два раза. Я хотела бы спросить еще конкретно о туристской песне. Чем отличается туристская песня от любого другого песенного жанра? Всем. Отличается всем. На чем мы играем? И одновременно ничем, потому что песня есть песня. Песня, так условно делят их на туристские, не туристские, там, такие-то сякие, там, романсы. Есть песни хорошие, есть песни плохие. Ну, как и везде, собственно. И среди туристских есть всякие песни, и среди нетуристских то же самое. Эстрадные есть замечательные песни, я, например, люблю некоторые песни, которые считаются попсой. А некоторые туристские не люблю, потому что они слабые, совершенно откровенные, не представляют себя ничего. Вот, кстати, фестиваль. Вот смотрите, вот, например, на фестиваль, да, ну, заявляется, обычно там приезжает очень много людей, да, поют все именно туристские песни, правильно? Ну, если фестиваль посвящен. Так вот, вот, например, в рамках фестиваля вы же понимаете, да, что вот эта песня хорошая, например, она вот очень подходит, она там сильная по смыслу, по вот какой-то энергетике, то есть чувствуется, да, вот та картинка, которую пытается писать человек. А вот, например, если не сильная песня, вот как определить, вот действительно сильная песня и не сильная песня? Где граница, да. Вот две песни, да. Одна поет про горы, лес, солнышко и все классно, там ветерочек, и вторая, вроде бы, про горы, лес, солнце и ветерочек. Ну, как вот? Ну, дело в том, что вот авторская песня, она появилась вообще как желание выразить свои мысли, свои соображения по поводу жизни, по поводу разных сторон жизни, в том числе и туризму. Вот, и, соответственно, люди, людей можно отличить друг от друга по степени талантливости, по степени остроты восприятия, допустим, чего-то, правильно? И глубины души. Допустим, один может быть художником, а другой не может быть, хоть ты вот умри там, не научишь его. Вот, так и в песне, собственно говоря, и поскольку песня начиналась, начинается все-таки первооснова авторской песни, это поэзия. Так. То есть, если это стихи уже хорошие, с самого начала, да, если к ним подходящая по смыслу, по настроению мелодия, подобрана, допустим, автором или человеком, который написал на чушьи стихи, например, песнику, то получается, в общем-то, хорошее произведение, интересное. Вот это самое главное. Мы продолжим с вами, дорогие друзья, говорить о хороших произведениях, но сейчас будет небольшой информационный блок. Не переключайтесь, мы вернемся. Знаешь ли ты, как память в эти часы остра, стиснутые лесами Семеро у костра? Кто-то включил приемник, кто-то поверх голов Вглядывался в проемы глухонемых стволов Кто-то включил приемник, кто-то поверх голов Вглядывался в проемы глухонемых стволов Стачивая усталость где-то на грани сна Плакала и металась тоненькая струна Пела она все шире, чистая словно снег Там в городской квартире твой приглушенный смех Пела она все шире, чистая словно снег Там в городской квартире твой приглушенный смех Теплый июльский вечер, лунная голубизна Милая и беспечная, выгляни из окна В небе поймай глазами блик моего костра Знаешь ли ты, как память в эти часы остра Здорово! Доброе утро, друзья! Доброе утро! Продолжаем просыпаться под приятнейшие, нежные звуки, музыки у нас сегодня в студии Напоминаю, Валерий Боков, легендарный классик туристской песни, заслуженный путешественник России Казань Владимир Никеев, руководитель бард-клуба «Гитара по кругу» Новосибирск! Как мы договорились! Доброе утро! Еще раз доброе утро! Еще раз доброе утро! Что это за песня, расскажите о ней! Ну это честно забавная Дело в том, что когда я... Одна из первых моих песен На чужие стихи, правда Я был молодой, очень Я не удосужился тогда по глупости по своей молодецкой Запомнить фамилию и имя автора И потом много лет искал, чьи же это стихи Оказалось, стихи Виктора Сидорова Геолог Он был в то время В какой-то периодической печати Встретилась стихи Придумал к ним мелодию Потом я поехал в шестьдесят седьмом году Да, кстати Когда я объявляю сколько лет этой песни Молодая часть публики в зале обычно сползает с кресел Потому что этой песни в этом году стукнуло Ни много ни мало, пятьдесят пять годов Пятьдесят пять лет? Ничего себе! Пятьдесят пять лет, да В шестьдесят седьмом году я поехал на первой в своей жизни Тогда называли не фестиваль, а слет Слет Туристской песни И там ее спел где-то в кулуарах Ее записали на магнитофон Пошли в другую комнату те, кто записал Там где-то прокрутили И через несколько минут ворвалась огромная толпа В ту комнату, где я жил И стали мне трясти руку, пожимать Там хлопать по плечу Поздравлять с чем-то Я долго не мог понять, в чем дело А потом до меня дошло А оказывается они уже года два Вот эту песню Распевают в походах А это были люди из Петрозаводска Из Карелии Я был страшно польщен, поскольку мне было всего 20 лет Ну конечно, да И два года уже мою песню распевают в другом конце страны Но потом они сказали, знаешь, правда у нас мелодия немножко другая Интересно Тут я рухнул, что называется от огорчения Потому что стихи не мои, мелодия немножко другая И они напелят так, как они поют Очень было похоже на то, как у меня Очень, ну кое в чем какие-то небольшие Ну какие-то нюансы, да, конечно Нюансы, да Вот И в итоге, по прошествии многих лет Как-то вот эти два варианта Мой и тот, что спели они Переплелись, я уже не различаю, где что Вот И таким образом смешная история с этой песней получилась Потому что она очень известна из моих песен Интересно Вот Стихи не мои Музыка теперь непонятно чья То ли Петрозаводска, то ли Моя А во всех А во всех сборниках песня фигурирует, как песня Валерия Бокова А как вам, как нашлись вам эти стихи? Была ли встреча с автором? Не правда, интересно Нет, нет, не было Даже, даже я не смог его найти и поручал Он был якобы из Питера Вот и питерцы его искали, что-то так и не нашли, я не знаю Не всегда оказывается, да, так легко найти человека Да, случайно попали стихи в какой-то переводике, я не помню уже Мне интересно такой вопрос Туристская песня всегда ли о туризме? Или все-таки она и про любовь, может быть, еще о чем-то? Про все на свете Дело в том, что туристской песней условно можно называть все эти песни Потому что они совершенно не обязательно про костер, про хеды, про рюкзаки и про палатки А может быть про электрика, например, который лампочку вкручивает? Ну, наверное, может А почему, собственно, часы на сосне можно повесить? Можно Куда-нибудь можно вкручить И электрика тоже туда же послать Да, интересно Песнь о любви очень много песен А вообще о жизни Меня спрашивают, о чем новые песни? Ну, о чем? Как объяснить о чем? А про жизнь Про жизнь Некоторые авторы имеют такую слабость перед песней Очень много рассказывать об этой песне Так и хочется у него спросить А что, песня будет на другом языке? На иностранном Нет, ну не снижение рассказывается о предыстории Ведь как Как о создании При каких обстоятельствах Толчком послужило для этого Я, кстати, тоже на самом деле обращал это внимание И, вы знаете, вот лично Ну, это, конечно, исключительно мое мнение Но, действительно, предыстория обязательно должна быть Почему? Потому что вот зритель, да, слушатель тот, слушает песню Возможно, он не так хорошо и правильно воспримет песню Ну, как бы текст, да, он там пытается Все равно как-то смысл там передается С песней самой, да Но если рассказать предысторию И опустить слушателя Вот окунуть в атмосферу создания этой песни Тогда становится все еще проще, еще легче И начинаешь, мне кажется, какие-то другое ощущение Сопереживать Я даже вам скажу такую вещь Что бардовские концерты Чем отличаются от каких-то эстрадных Или еще что-то Что вот то, что происходит между песнями То, что рассказывается автором между песнями Это вот становится в большей степени главным Только без этого, без этого, ты, может быть, даже и песню не поймешь Скажешь, ну, что там какое-то нагромождение смыслов там, ассоциаций А когда человек уже что-то, предыстория там Или какая-то просто история человеческой жизни Тогда вот Я так и считаю, что самое главное Это как раз между песнями А еще не то, что между песнями А вот между строк, я бы даже сказал Песни Как интересно, да Я слышала, что бардовские слеты Проходят, кстати, не только в России Но еще и за границей Если вообще опыт присутствия был На таких мероприятиях Мне правда искренне интересно Как проходят эти фестивали там, где-то Не в России Нет, я в таких фестивалях участия не принимал Никогда Я за границей бывал много Но все это было связано с путешествиями Это было либо восхождение Либо То есть прямая направленность Под парусами мы ходили по Атлантике, например Паруса по Атлантике Но мы много наслышаны о таких же фестивалях От своих друзей, товарищей Что они говорят? Они говорят о том, что бардовская песня По большому счету за рубежом Это некое, так сказать Хранилище русского языка там за границей Ух ты Не важно, ты с Украины, с Белоруссии Или со Средней Азии Ты все равно там русский И все равно тебе вот Как бы привязка к русскому языку Идет через авторскую песню О, а это приятно А это вот душу греет На самом деле Это очень приятно Да Хорошо Вижу, у нас здесь есть такой интересный диск Вот как раз Валерий Боков Одно и то же снится мне И я как понимаю У вас несколько, да, альбомов? У меня около десятка Около десятка И еще и книги Еще и книги Дорогие уважаемые друзья Вот поверьте мне Пишите стихи Ну, может быть Когда-то они встретятся Например, Валерию И он Будет ее играть на гитаре Петь Это услышит весь мир Это же классно Сегодня у нас в гостях Да, я напоминаю Валерий Боков Легендарный классик туристской песни Заслуженный путешественник России К Казань И Владимир Аникеев Руководитель бард-клуба Гитара по кругу Новосибирска Новосибирска Спасибо вам большое Спасибо вам большое И хорошего дня Спасибо и вам тоже